Здравствуйте, третьи и подписчики моего канала. Вы на канале, а жизнь идёт своим чередом. Приветствует вас Машенька, Машуня. Опять с вами горе-блогер. Опять иду, ничего не вижу, солнце светит. Вот хорошо, опять не вижу, что я снимаю, как снимаю. Первое, почему я стала блогером, горе-блогером. Ну, наверное, первое, любовь к природе. Я уже как-то рассказывала, что я снимала-снимала. Не знаю, видно, не видно меня. Мне хочется почему-то, чтобы меня на эту сторону было видно, потому что у меня кепи, кепи, вот с этой стороны беленькая, а с этой прям лук-лук-поплатечка. Старая модница. И как-то стала выставлять свои видео. Как-то снимать, коротенькие. Я даже не знала, что они называют, а шорсы. Вот. Ну, я смотрю, смотрю, просмотры есть, есть. Так что у меня уже 900 тысяч просмотров. Еще немножко, еще немножко, и будет миллион. Да? Ну, а толку от этого, конечно, никакого. Zero. Круглый ноль. Многие думают, что блогеры лопатами гребут деньги. Ну, вот, может, раньше и что-то зарабатывали, но не сейчас. Особенно... Вот. Промолчу. А что касается меня, я даже не успела до марта месяца 22-го года. Когда наступили санкции, я даже не успела подключить монетизацию. Когда у меня уже шло полностью вот эти 4 тысячи часов просмотра и тысяча всех подписчиков. Было желание дикое, дикое, очень большое было желание хоть что-то зарабатывать. Я вам говорю в открытую, и не скрываю этого. И каждый блогер, каждый, каждый человек вообще, в общем, хочет хоть немножко что-то за свой труд. За свой труд хочет зарабатывать деньги. Я не исключение. Но перекрыли все границы, перекрыли все. И сейчас осталось просто хобби. Моё увлечение, то, что я снимаю и монтирую, выставляю видео, не поддерживает абсолютно никто. из моих знакомых, из моих родственников. Ну, мне это очень-очень нравится. Люди, вот когда я с кем-то иду, гуляю, там хожу, терпеть не могут просто-напросто. Аллергия у людей, то, что я снимаю. Просто вот я не знаю, я говорю, я сочувствую остальным блогерам, которые вот где-то как... Они то ли платят тема, которая с ними присутствует. Не знаю, не знаю. Вот люди не понимают, у них своё какое-то хобби. Кто-то любит футбол, кто-то хоккей, кто-то, извините меня, бухать. Вот. Кто-то вышивать, гладить, стирать, готовить. Я люблю снимать. Иной раз где-то нахожусь, где-то бываю, и вижу настолько интересное место, настолько интересное какое-то кадр получится. И это прям, когда я не одна, я же говорю, мне прям испортит настроение. Знаете, вот. Ты всё снимаешь, да прекратись снимать. Да ты уже надоела. Я почему? Это крик души. Хочется, конечно, иметь, как некоторые... Смотришь некоторые каналы, где поддерживают друг друга, где как-то вместе делают, где-то семья согласна на то, чтобы её... Родня на то, чтобы её снимали. У меня этого нету. Поэтому, может, хотелось бы это откровение. Я, конечно, всё не могу рассказать, не могу показать. Никак могу где-то свою душевную боль высказать. Вот. Не могу. А хочется иной раз. Был бы прекрасный контент, когда я, если бы я что-нибудь там с роднёй, там, со знакомыми, где-то гуляли, где-то смотрели. Нет, я обязательно должна где-то переключаться, смотреть, ну, показывать совершенно то, что я иной раз не хочу показывать. А хотя просто есть... Вот я же говорю, есть блогеры, мне очень нравится, когда они биологи там ведут, разговаривают. Ну, нету, я не понимаю, почему у меня нету так вот знакомых, друзей, подруг, кого-то из родни. Чтобы я могла с кем-то так поговорить, где-то так сняться. Почему бы и нет? Но, 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 но. Вот так вот. Такой запрет. Хотя я... Я спокойно отношусь. Может, то, что я стала более старше. Может, я и в молодые годы тоже не захотела бы сниматься. Держу камеру, и меня что-то пошатывает. У меня на правой стороне и сумочка такая, карманчик, вот такая сумочка, видите, вот такая вот она. Маленькая сумочка специально для... я камеру туда кладу, ну, вот такое вот проездной там ключи, губную помаду, обязательно, обязательно, кладу из нее. Мои маленькие губки, а надо немножко красить, а иначе они... Может, я была бы помоложе, я еще раз говорю, может, я бы тоже нарастила губы, как сейчас девушки нарастают. Нет, есть очень-очень-очень увеличивают губки, очень-очень красиво. Тут ничего, даже не скажешь, вот, что эти губки немножко увеличены. А есть некоторые, ну, безобразие, такое, ну, это ж вообще кошмар какой-то. Ну, все, пошла я как-то не в ту степь. Сегодня мне ночью приснилась племянница. И что-то мне она очень хорошо приснилась. Мы должны были с ней то ли на самолете, то ли на вертолете куда-то улететь. Ну, у меня печально, но у меня почему-то не просканировался билет. Я немножко огорчилась, а потом подумала, а может, это к счастью, что мы остались, как говорится, на земле. И почему-то зима, хотя сейчас уже осень, прекрасная осень. Я немножко написала, что она мне приснилась, племянница. Но она, по-моему, то ли не читала еще, что-то смотрю, нет отзывов. Ну, прочтет. Дай Бог, чтобы этот сон только хорошего. Только хорошее, чтобы было. отзывов. Продолжение следует...